Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами сделаем такой пилотный выпуск обзоров модов для Fallout 4. Сегодня хотелось бы посмотреть три мода, но все три из них запустились как-то с проблемами, что ли. Для сегодняшнего выпуска я выбрал три мода. Первый это The Dialog or New Dialogical Vision, что-то вроде этого. Он только для русской версии Fallout, но при этом он что-то не работает. По идее он должен был изменять вид вот этих вот, убирать это колесо и менять его на простой список. Я потом конечно разберусь, что тут и как, но, к сожалению, ну не прокай. Витя, не работает. Ну, значит, no problem. Второй мод это текстуры крови, но поскольку они все крайне высокого расширения, то есть там 4К полегче я не нашел, остались только дырки в телах от текстуров крови. Ну, оно все, конечно, работает, но только на ультра настройках, поэтому... Поэтому, черт. Не, плохая идея. Хотя, в принципе, никто не видел. Вот такие вот следы крови. Видите, они пропадают. Из-за низкого качества графики. Но, тем не менее, они неплохие. Луж крови нету, они есть только, ну, при высоком расширении, то есть при высоких настройках. Мы можем попробовать устроить тут такую вакханалию, только... При этом хотелось бы одеться в что-то потяжелее. Ну, что ж, я вас породил, я вас и убью. Ой, блядь. Ну, ты бессмертный, поэтому ладно. Прилягла. О! Что же? Турели, я смотрю, не работают на своих. Ой. Давай-ка, не будем, а? Мертв? Мертв. Как видите, вот эти вот ляпы на экране, они... Все еще остаются. Че ты промахнулся по тупому роботу? Ооооо-оо-оо. Хватит. Вы видите, я для вас просто... Вне... Ну, бронё не моё, таки подкоцали. Ну, как видите, луж не остаётся, к сожалению. Но вот эти вот ляпы на экране уже появились. Это при том, что я играю на низком-среднем уровне сложности. Ты мразь. Глазастая. Хорошо. И тут заодно я вам могу показать и третий мод. Но для этого, я думаю, стоит успокоить здешнюю обстановку. Ну вот, так лучше. Собственно, последний мод на сегодня это Lowered Weapons. Как вы знаете, в оригинальном билде Fallout 4 всё оружие, которое мы носили в руках, оно не убиралось вот так вот. То есть оно всё время было в полуприцельном состоянии. И оно закрывало довольно существенную часть экрана. Теперь, как вы видите, когда мы бегаем или ходим, у нас оружие вот так вот прижато к корпусу. И это не мешает обзору. Да и воевать намного удобнее. Соответственно. Если эта снайперская винтовка даже как-то реалистичнее выглядит. То есть, какой смысл держать всё время заряженной, то есть, или направленной на кого-то снайперскую винтовку. Глупость. Так же со всеми видами доступного мне оружия. Вот только вот эти оружия, они не меняются. Но, я думаю, это исправлять не нужно. Потому как это всё-таки милишное оружие, и оно должно как-то на весу держаться. Другое же меня огорчает то, что оно не отображается на персонажа. Вот это действительно обидно. Я бы, например, хотел видеть пистолет Келлога хотя бы у себя на поясе. Ну да ладно, это уже мелкие недочёты. Вот такие вот, в принципе, модификации. Нельзя считать это полноценным выпуском обзоров модов. Но, тем не менее, я выбрал, какие были. Попробовал для себя их установить. И вот получилось, что получилось. Что ты будешь делать, а? Ебич. Вот. Собственно, вот такие вот три мода. Это текстура крови улучшенная. Там есть ещё разные оттенки. Но, повторюсь, я не могу вам её показать на высоких настройках, потому что будет глючить. Будет рваться картинка. При записи-то у меня, допустим, 25-30 фпс. Это нормально без записи. А вот при записи там всё проседает до 5-10 фпс. Это не то, что смотреть. Это даже слушать некомфортно. Мы сегодня посмотрели с вами текстуру крови, Lowed Weapons, то есть опущенное оружие. И новые диалоги, которые, в принципе, у меня не заработали. Если вам интересна эта тема, то есть обзоры модов для Fallout 4, оставляйте, пожалуйста, комментарии. Потому как это всё-таки пилотный выпуск. Я ничего не хотел сегодня показать. Просто хотел попробовать, как будут работать моды, как это, в принципе, воспримет моя аудитория. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.